Девушки отдыхают 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 Подавал громкие сигналы Но люди Не реагировали При этом При приближении поезда В самой непосредственной близости Когда машинист Уже не мог среагировать Взялись за руки И шагнули Прямо в середину колеи А эти съемки сделаны За несколько минут до трагедии Камеры наблюдения Зафиксировали Как парень и девочка Направляются из дома В сторону магазина К нему можно было пройти Как раз перейдя железные пути Объектив камер Их заметил и на кассе Там они достаточно Доброжелательно общались И сделали мелкие покупки В настоящее время проводится Комплекс проверочных мероприятий Направленных на установление Всех обстоятельств происшествия Следователями изучены Видеозаписи С камер наблюдения Зафиксировавших Поход мужчины с девочкой В магазин Также проверяется информация О том, что мужчина Мог находиться В состоянии алкогольного опьянения Молодой человек Работал в семье девочки Разнорабочим Помогал с ремонтом дома Судя по видеоматериалам Погибшая ему доверяла Сейчас проверяются Все версии причин трагедии Но в качестве одной из основных Рассматривается несчастный случай У нас только в семнадцатом году Было 52 случая Травмирования От наезда подвижного состава Или поражения электрическим топом При этом В 37 случаях люди погибли По факту трагедии Следователи проводят проверку В том числе выясняют Был ли погибший молодой человек Трес в тот момент После получения результатов Всех экспертиз будет принято Дальнейшее процессуальное решение Сергей Хайдаров Андерс Энтальцев Вызов 112 Поиски пропавшего Более месяца назад 66-летнего жителя Нижнекамска Владимира Суханова Прекращены Мужчина найден мертвым Тело обнаружил поисковый отряд Недалеко от дома Где жил мужчина В лесу за гипермаркетом Несколько дней назад Также в лесу Обнаружено тело И пропавшей 3 апреля пенсионерки Оба пожилых человека Страдали потерей памяти Ради удачного кадра Рисковали жизнью Сегодня в 9 утра Трое мужчин Все жители набережных Челнов Вышли на верхние бьевкамы Чтобы сделать красивые На их взгляд снимки Что чуть не стоило им жизни Лед откололся И стал уплывать от берега Айрат Назипов узнал Чем кроме страха Теперь может обернуться Для них желание Сделать красивые селфи Один из мужчин Смог выбраться на берег Самостоятельно Двух остальных Вызволили сотрудники Зонально-поисково-спасательного отряда Обломок льдина Находился в 500 метрах от берега На место происшествия Неизмедлительно выехали Спасатели Запасованного номер 6 На судне на воздушной подушке Спасенными с дрейфующей льдины Оказались любители эффектных селфи Одному 21 год Другому 31 В результате происшествия Они не пострадали И от госпитализации отказались Одеты они были по-граждански Значит никаких средств защиты Никаких средств спасения Со слов мы поняли Что они просто приехали Посниматься Значит селфи делать И любоваться природой Обоих сразу с льдины Доставили в инспекцию Для составления протокола Выход на лед Сезон-половодья Считается нарушением Сами фотографы Комментировать ситуацию Не пожелали Айрат Надипов Ландыш-Капранова Андрей Буслаков Вызов 112 Больше нет прицепа От автомобиля 52-летняя жительница Приволжского района Казани Обратилась в полицию С заявлением Что у нее пропало Дополнительное средство Передвижения Самостоятельно уехать Оно не могло Уверена заявительница Тем более Что было пристегнуто С помощью троса И сильно надеялась Что стражи порядка Найдут того Кто помог прицепу Покинуть место стоянки Рамиль Шайдулин Знает Получилось ли В сам момент похищения Автомобильного прицепа Зафиксировали камеры Видеонаблюдения Покинут место Стоянки Ему помог Неизвестный мужчина Он перекусил трос Которым было пристегнуто Это дополнение К средству передвижения И просто его укатил Сумму ущерба 52-летняя жительница Казани Оценила В два десятка тысяч рублей В кратчайшие сроки Оперативник установили Подозреваемого И залежали его Им оказался 48-летний житель города Ранее судимый За аналогичное преступление Он признал свою вину полностью В ходе допроса Злоумышленник рассказал Что мотивом В совершении преступного деяния Стала Нехватка денежных средств На покупку автоприцепа Продавать то, что украл Мужчина, как сам признался Не собирался Самому был нужен Откатил его до своей машины И просто отвез на дачу В настоящее время Похищено имущество Изъято И возвращено законному владельцу По данному факту Возбуждено уголовное дело По статье кража Рамиль Шайдурен Вызов 112 Горит магазин Новости видеопроисшествия В Нижнекамске Моментально разлетелось По социальным сетям Кадры полыхающей кровли Торговой точки Вызвали массу комментариев И предположений Отчего она могла вспыхнуть Версии были самые разные Начиная от нарушения Пожарной безопасности И новой технологии Проведения кровельных работ Но в самом магазине Уверяли Никакого огня не было Что произошло на самом деле Узнала Альбина Минебаева Столб огня Черный дым И бегающие по крыше люди Эти кадры Моментально разошлись По соцсетям Пользователи сети Комментировали На улице 30 лет победы В Нижнекамске Сильно горит магазин Но к приезду пожарных Люди работали Как ни в чем не бывало Уверяя В магазине Все спокойно Ведется реконструкция Что здесь делают Пожарный расчет И сотрудники полиции Не в курсе А что горело-то Я вот не слышал Зачем пожарных Вызвали так нет А кто вызывал Тут Там никто не приезжал Тут же дочерник Приятнее сколько А где у вас руководство В моей фирме Пожара не было Однако полностью Скрыть следы пожара Сотрудникам не удалось Обугленные поддоны И рубероид Находятся прямо За магазином То что пожар был Подтвердили и дознаватели Более того От огня серьезно Пострадал один из рабочих Кровельщик Который проводил работы Получил ожиги Лица первой-второй степени На площади Около 2% Который самостоятельно До приезда пожарного подразделения Ликвидировал возгорание Ну в принципе здание Не повреждено Причиной пожара Является нарушением Правил пожарной безопасности При проведении огневых работ Обгоревший кровельщик Сейчас находится в больнице Как говорят врачи Его состояние удовлетворительное Альбина Минебаева Наталья Лушникова Фахри Исламов Вызов 112 Незапланированный круиз Неудачливые грабители И неопытные спасатели На очереди рубрика Сплошные проколы Люди, пришедшие в этот ресторан Даже не подозревали Что вскоре им придется Совершить незапланированный Круиз по воде В Самаре в буквальном смысле Уплыло заведение Общественного питания Как оказалось, она уторвалась От набережной Вместе с куском льда Спасать здание Пришлось теплоходом Плавучие платформы Отбуксировали ресторан С посетителями Назад к берегу А этот козел Применил смекалку И нашел самое безопасное Место в заповеднике Спасаясь от диких собак Он запрыгнул в ближайший водоем Зная, что местные псы За ним не полезут Он наслаждался их бессилием В расслабленной позе Ограбили магазин Но не смогли выйти Со своей добычей Неудачливые налетчики Ворвались в табачную лавку Повалили продавца И стали хватать все, что плохо лежит Не учли они лишь то Что сразу после нападения Они оказались заблокированными В здании вместе с продавцом В итоге преступникам Оставалось лишь дожидаться Сотрудников полиции Учиться, учиться И еще раз учиться Четверых будущих пожарных В Перу решили проверить На умении управляться с рукавом Все шло по плану Пока им не увеличили напор Лисан Забирова Вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать В студии была Эльвира Фазлиева До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова